итак друзья переложили индейку hybrid конвертер яйцо по моему от 14 февраля если я не ошибаюсь сейчас соображу да по моему так а вас копировали перед перекладкой 150 яиц у нас было 8 яиц неоплод это получается 5 процентов от 100 в принципе хороший результат я так думаю в прошлом году по моему у нас был даже поменьше процент неоплода но это тоже очень хорошо но канадское яйцо она и отличается в принципе довольно таки приличным качеством в плане того что неоплода мало так что то я хотел вам еще рассказать да наклев я сказал или нет уже есть на некоторых яиц будем надеяться на хороший дружный вывод а вот я хотел вам сказать что при выводе индейки считаем необходимым при использовании вот таких вот выводных лотков вот с такими прорезями на низ лотка класть вот такую вот сетку это штукатурная сетка стоит стоило она недорого сейчас я не знаю что сейчас все мне кажется дорого стоит посмотрим в магазине когда я буду там потому что надо будет купить еще кончается и вот эта сеточка она препятствует застреванию пальцев лап у индейки вот индейка такая вылупляется вся растерянная и в общем то частое явление вот застревает пальцы сильно застревают и птицы ну цыпленок травмируется индюшонок и потом проблемы с ногами разъезжающие лапы вот это все дело застревание провоцирует так что вот рекомендуем так что еще вам рассказать по выводу этой конкретной индейки но давайте скажу что контролировал вывод как обычно по датчику на яйцо по температуре на скорлупе яйца и эту инкубацию я додержал вернее в этой инкубации я держал температуру на яйце не выше 38 градусов я уже рассказывал в ролике про инкубацию индейки что в методичках по хайбридам по бройлерной индейки зачастую стоят температурные режимы в инкубаторе ниже даже 37 градусов 36 и 8 как если я не ошибаюсь по памяти 36 и 8 ставится на последних стадиях инкубации я не опускал до такой температуры потому что у меня инкубатор в стадии когда яйцо было больше двух недель был практически пустой то есть лотка через одно яйцо вот такие лотки заложено было через одно яйцо то есть шахматном порядке поэтому перегрева я не боялся и меня здесь температура была 37 и 4 на последней стадии инкубации а на яйце была температура 37 и 9 38 вот посмотрим что получится при таком режиме инкубации как рекомендуют так скажем производителем вот этой кроссовой индейки вот но расскажем вам покажем что получится сейчас у нас здесь вот стоит 37 2 влажность 70 пока пока я значит режим вентилятора продувки инкубатора поставил интервал 10 минут по 15 секунд хотя обычно у меня стоит 5 по 15 но как вы видите всего три лотка поэтому пока вот пореже сделал вентиляцию когда начнется вывод поставлю как у меня стандарте интервал 5 минут и по 15 секунд сама продолжительность продувки так что вот ну все будем выводиться всем пока